Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаем, что по одному из современных календарей сегодня 1 августа 2017 года, вторник. По одному из старинных 31 день месяца получения даров природы, 7525 лета, вторник. Оздоровление выделительной системы человека. Вот так и звучит наша сегодняшняя тема нашего живого эфира. Захар Белинский, Ари, рад с нами. И мы переходим к чтению. Нет, мы не в Думе, мы не занимаемся чтением законов, мы не в Раде, ничего не принимаем. Просто отвечаем на те вопросы, которые появились в чате Народнославянского радио и на канале Ютуба Народнославянского радио. Первый вопрос в 2 часов 14 минут поступил от Александра Зачияр. Вопрос эфир. Арират, что ты можешь сказать по поводу корня подсолнечника, который способствует рассасыванию камней в почках, так же и в желчном? И именно, каких камней, так как они разные по своей структуре? Благодарю, Александр. Корень подсолнечника рассасывает любые камни, хоть фосфаты, хоть оксалаты. И так же любые камни рассасывает корень шиповника, корень барбариса. Так же хвощ полевой рассасывает любые камни. Вот такая вот ситуация. Хвощ полевой имеется в виду корень? Хвощ полевой? Нет, растение. Само растение? Да. Ясно. Идём дальше. Русский индус из Ютуба. Разве кадмий не канцероген? Он же токсичен. Что ж ты рекомендуешь такое, Арират? Токсичен, то есть ядовит он становится при достижении определённой дозы. Если мы берём речной камушек, который в речке лежит на дне, и кладём себе его в стаканчик, то какой же там токсин? Так получается, если верить словам русского индуса, то реки у нас токсичные вообще, и купаться и пить оттуда нельзя, вообще подходить к ним нельзя. Камни, кадмий в малых дозах, он полезен организму. Если в больших дозах, то, конечно, он может становиться ядом и быть токсичным. Вот так. Я думаю, что речка речки и рознь. Если, например, вы берёте воду или камушки, или песочек, а может быть, растения из речки, в которую впадает какая-то канализационная труба из какого-нибудь богатого коттеджа, то в этом случае, наверное, ниже по течению отсюда из этой речки брать ничего не стоит. Там явно одним кадмием вы не отравитесь, там будет что-то ещё другое. А если чистенькая речка, лесная какая-нибудь или такая, где нету стоков, в неё не попадает, то в этом случае, наверное, камушки-то можно взять. Про камушки была речь, а не то, что вы идёте в какой-то химический магазин и там покупаете кадмий в больших дозах, потом это всё дело засыпаете себе в банку, размешиваете и пьёте с наслаждением. Такого же не было сказано. Камушки. Идём дальше. Таруса, реплика из Ютуба. Много лет назад жутко простыла, оглохла на сто процентов. До этого никогда ничего подобного не было. Лор со стажем поставил диагноз пробки. Пыталась промыть, а там чисто. Здоровье в своих руках. Вот так вот. Ну да, а вопрос в чём? Это не вопрос, это то, что ты... А, реплика. Да, то, что ты молодец, белка-герой всё правильно рассказал. Вот лоры у нас вот такие иногда со стажем бывают, что прочищаем пробки автогеном через... Ну, ясно. Ладно, идём дальше. Виталий Микеров. Реплика в эфире из Ютуба. Хорошая жизнь будет только тогда, когда мы будем жить по праве и праведной жизнью. Какой у нас молодец, Виталий. Ещё реплика из Ютуба. Соли надо меньше кушать, солёную воду меньше пить для течения почек, а также пить ромашковый чай. Хорошо. Хорошо. Пошли за ромашковым чаем? Ну да, за ромашковым чаем. Не то, что поменьше, а в меру. Достаточно будет в меру. Просто в меру это определить легко. Подсолили немножко. Если соль не чувствуете, значит, как раз нормально посолили. Если посолили и ощущаете, что солёное, значит, это уже слишком много для вас. Если уж у вас глаза из орбиты вылазят, значит, где-то что-то пересолили. Так, идём дальше. Вот Виталий у нас как-то прям сходу в карьер. С места в карьер. Вопрос эфира из Ютуба от него поступил. А из дубовых желудей что-нибудь можно сделать? Я вот вообще ни дубовых желудей как-то особо не встречал. Ну, уточнение, именно дубовых желудей. Что-нибудь можно сделать? Ну как? Вот если дубовые желуде измельчить, пережарить, и с них получается такой полезный кофе. Кстати, вот ты рассказал про эти желуде и про кофе. И тут начались реплики. И вот Индуст нам помог, русский, и многие другие, разобраться о том, что, оказывается, в желудях дубовых, дубильных веществ много. И что, если скушать желудь прям вот так вот, человеку, у которого почечки барахлят, то там как бы коней не встретил где-нибудь на пути в рай этот человек добрый. А на самом деле танин, танин, он употребляется при многих проблемах с почками, в том числе при болячках каких-то, потому что танин является дубильным веществом. Он очень хорошее противонекробное средство. И, опять же, в больших количествах не нужно. Там для того, чтобы вызвать такую нагрузку на почке за счет танина, вернее, нагрузку из-за желудей на почке, вот нужно достаточно много этих желудей съесть. Если, к примеру, заваривать, ну, чайную ложку дубовой коры на стакан воды, то танин будет как раз то, что нужно. Желуди, может быть, более проблематично достать, а вот дубовую кору легче, и ее легче использовать и заваривать, и все остальное. Поэтому желуди лучше их пережаривать и употреблять на виде кофе, а пить внутренне на дубовую кору. Ну, в общем-то, да, мы не говорили про то, что надо прямо найти эти желуди и начать их хряпать в сыром виде, как это делают хрюшки. Мы говорили про то, что употреблять уже переработанные продукты из желудя, это тот же самый заменитель кофе и какие-нибудь там другие варианты. А так что в сыром виде мы про это не говорили. Я не предлагаю пойти из желудя проглотить, как это делают дикие голуби, например, или кабанчики, и радоваться жизни. Вот у нас про другой шел разговор. Так что не надо, не надо вносить грязи в наши нежные посылы. Виталий Микеров, реплика в эфире из Ютуба. Насколько я знаю, соль очень трудно выводится из организма, даже если она находится в воде или даже если это морская соль, поэтому любая соль вредит почкам. Так. Ну, что я могу сказать. Это, я думаю, всё достаточно субъективно, потому что, ну, во-первых, желание человека употреблять что-то солёное – это один из признаков дисфункции почки. Поэтому кому сколько, кому-то нужно чуть больше соли, кому-то меньше. Во-первых, не нужно забывать, что соль, без необходимого употребления соли, кровь наша не будет выполнять те функции, которые она должна выполнять. Наша кровь – это электролит. У него должно постоянно поддерживаться определённое количество соли, солевое раствор, кровь солевого раствора. И вообще, практически все жидкости в нашем организме являются солевыми растворами. Поэтому, что касается там вреда соли, то здесь, я думаю, что, уважаемые слушатели, немножко горячится. И, опять же, нужно употреблять всё в меру. Ну, мне кажется, здесь есть какие-то простые рецепты. Вот если вы чувствуете, что после еды вдруг вам хочется постоянно пить, это означает, что вы или переели какой-то пищи, которая требует большого количества воды для того, чтобы её развести, либо с солёной пищей была, а может быть, и то, и другое. И поэтому, если вы чувствуете, что после приёма этой пищи вам постоянно хочется пить, это означает о том, что вы должны прислушаться к тем ощущениям, которые были за столом, и не употреблять продукты или такие, которые потом требуют очень много воды, что вам хочется пить. Хотя, может быть, в лечебных целях это употребляли. Здесь надо делать носку такую. Либо было пересолено. И вот эта вот норма соли и продуктовая эта норма, какие продукты, они таким образом для вас будут, лично для вас будут выяснены. И вы в дальнейшем просто или откажетесь от этих продуктов, или уменьшите их количество, или уменьшите солёность этих продуктов, этой пищи. Здесь ещё очень важно понимать, что при нормальной работе почки водно-солевой баланс организм будет поддерживать самостоятельно. И такое понятие, как лишняя соль, её отложения не будет. Только когда наступают какие-то дисфункциональные состояния, тогда существуют проблемы. И то, что говорит Виталий, это, можно сказать, верно для дисфункциональных состояний. Для здорового организма это не так. Причём важно понимать, почему мы, съев что-то солёное, начинаем усиленно пить воду. Это просто потому, что один грамм соли абсорбирует на себя 100 миллилитров жидкости. Поэтому там съели солёную рыбу, сколько вы потом водой выпили, вот примерно столько грамм соли вы вместе с этой рыбой в себя приняли. Поэтому на самом деле пересаливать не стоит, конечно, чтобы не было излишней нагрузки на очеполовую систему, на почки. Но и совсем отказываться от соли тоже не стоит. Алексей в начале нашей передачи сказал, что полезно бы просто подсаливать слегка, чтобы, как говорится, пересол это уже плохо, а не досол на столе. Дальше там уже каждый сам, сколько ему нужно соли по вкусу, столько и добавит. Потом соль очень хорошо сохраняет свежесть продуктов, когда мы их засаливаем. К примеру, сейчас у нас у всех есть холодильники, мы жим в удобстве и так далее. А вот если живем на луне дикой природы, вот как, допустим, моя давешняя мечта, там землянку в тайге, так вот там, если что-то нам нужно сохранить, мы используем соль. Как мы без соли пойдем? Как мы будем жить в таких природных условиях, не используя соль? Да, допустим, можно летний какой-то соорудить. Но если летний конец, тогда соль. Хорошо. Разбираемся дальше с вопросами-репликами. Виталий, вопрос в эфире из Ютуба. А кости тогда чем крепить? Вот ты сказал, что искусственной почкой его можно вытянуть кальций. А вот он так тебе в лоб. А кости как же тогда, чем крепить? Ну, как чем крепить? Другими минералами? Нет, так гвоздями, гвоздями. Кости не только из кальция состоят. Чтобы крепить кости, стимулировать организм, чтобы они были крепче у него, во-первых, необходимо, чтобы функциональное состояние организма было нормальное, потому что, если, опять же, существует проблема в той же самой мочеполовой системе, то там кости может втягиваться и вытягиваться из костей что угодно, из тронции туда затягиваться, и кальций оттуда для работы организма забираться. А чтобы поставлять в организм всё это, можно использовать минералы, можно использовать горный хрусталь, добавляя его в питьё. Можно использовать другие какие-то обогатители, там жидких сред, которые мы употребляем, там медь, там серебро, пожалуйста, другие какие-то минералы. Можно употреблять пищу богатую, вот эти минералы, которые вам нужны для укрепления скелета. Можно употреблять какие-то, я не знаю, уже в крайнем случае витаминные комплексы, способов масса. Убирайте ту, которая вам ближе, используйте. Очень часто можно слышать расхожее мнение, что для того, чтобы были кости крепкие, давайте-ка мы будем много применять, ну, какой-нибудь там творога, например. И даже беременным часто рекомендуют в большом количестве есть творог. А потом, многие уже выступающие, и у нас на радио, и врачи заявили, что это, в общем-то, большое, глубочайшее заблуждение. Творог, он, наоборот, влияет очень нехорошо на печень и на почки, и часто их забивает, но при этом кальций больше даже вытягивается, нежели чем отлагается. Потому что творог всё-таки это уже не живой продукт, это переработанный термический продукт. Вот. И показатели того, что у вас что-то происходит в организме не так, это очень часто такие эффекты после большого приёма творога, когда почки начинают себя вести, они очень хорошо, и когда волосы сидеют в раннем возрасте. Вот здесь как-то и может прокомментировать такие заявления от врачей и от людей вообще? Ну, мы об этом с тобой, насколько я помню, говорили и в наших передачах, что творог больше абсорбирует на себя микроэлементов и выводит из организма кальций, чем приносит. Поэтому я тоже и всем своим пациентам, и слушателям на радио здесь я не рекомендую употреблять творог в пищу и сам его не употребляю. И более того, я считаю, что творог – это не полезный для человека продукт. Вот так можно прокомментировать. То есть, если вам нужно молочное, к примеру, то вот мы тоже говорили, что сырое молоко уже с определённого возраста, оно, конечно, может перевариваться, но всё-таки организм человека уже после определённого возраста с сырой молоком можно и обойтись без него. А вот если вы хотите употреблять молочные продукты, то в этом случае первое, мне кажется так, они должны быть не варёные, то есть не как творог, и они должны быть ферментированы какими-то бактериями, кисломолочными, например, или йогурт какие-нибудь, для того, чтобы они уже внесли всё, что необходимо, какие-то полезные микроэлементы, и забрали то, что вам не нужно для вашего организма. А вот кисломолочные продукты, наверное, это больше для человека, подходит для взрослого, у которого молочных зубов уже нет, и, наверное, на это стоит обратить внимание. И тогда, может быть, как раз и кальций в естественном состоянии будет попадать, не будет вымываться, и другие микроэлементы будут попадать в организм. Вот, наверное, так, да? Ну да. Единственное, что касается молока, то хотел бы отметить, что молоко нам полезно как лекарство. Допустим, стакан молока при каких-то интоксикациях организма. Молоко хорошо абсорбирует на себя помимо микроэлементов ещё и токсины. Если у нас в организме большое количество токсинов, нам нужно поскорее от них избавиться, лёгкие лучше очистить, то тогда можно выпить стакан другого молока в день, но это, опять же, в качестве лечебного средства и только на период лечения. И употреблять молоко в пище не полезно для человеческого организма. Попадая в кишечник, оно превращается в ксерогель, обволакивает стенки кишечника и препятствует пищеварению, уничтожает пищевые сосочки в кишечнике. Поэтому как пищу употреблять молоко не следует, а вот как лечебное средство вполне полезно. Ну да, про это мы с тобой говорили, про лечебное употребление. Тарусова в Рософире Рерат. Что посоветуете при поликистозе в лоханках почек? Благодарю. Благодарю за вопрос. Ну, при поликистозе в лоханках почек, соответственно, могу посоветовать вправку живота, ручное воздействие на почки. То есть почки промассировать, снять напряжение, восстановить его снабжение, поставить на место. Потом хорошо при кистах использовать пчелу, хорошо при кистах использовать пияву, хорошо при кистах помогает сок корня лопуха или отвар корня лопуха. Вот это хотя бы можете использовать. Ну, прежде всего, необходимо восстановить кровоснабжение почек, снять в застой из оклопочной зоны, убрать венозный застой. И тогда уже только после этого дальше двигаться. Потому что любое лечение, не сняв, допустим, венозный застой из оклопочной области, с моей точки зрения, не имеет смысла, сколько те же самые лекарственные средства и все остальное при нарушенном кровоснабжении просто будет затрудненно поступать в почки. Не будет там достаточной степени скорости обменных процессов для того, чтобы процессы регенерации происходили. Если лимфа в этой области двигается слабо, то, соответственно, все вот эти процессы распадок, продукты жизнедеятельности, клеточного обмена будут там накапливаться, и в этой области будет болото. Соответственно, и местный иммунитет, там будет слабо, ну и тому подобное. Вот так. Так, хорошо. Геннадий Романенко. Вопросы эфира. А заменить битое стекло как-то можно? Это по поводу искусственной почки. Благодарю. Заменить битое стекло? Ну, знаю, кремний. Найдете кремний в другом виде. Ну, камешки кремния возьмите, измельчите, если получится, наверное. Да мы же говорили не только, что это битое стекло, это перетёртое до состояния муки, когда оно уже становится белым. То есть оно уже не колется, не способно проколоть человеческую кожу, даже кожу ребёнка, по идее, не должно проколоть. То есть до такой пыли оно должно быть перетёртое, ну как мука. Поэтому оно уже не будет колоться. Это вот битое стекло, да, это как в анекдоте про стекловату, а давай отдельно стекло, отдельно вату, да? Вот тут другой вариант, что до такой степени разбито, потом перетёрто, что оно уже не колется, оно становится уже белое. Вот я специально задал вопрос, а что значит белое? То есть мука. А так вообще, да, кремний, пожалуйста, камешки кремния раскалывайте. Ну, не знаю, я вот не пробовал, честно говоря, это делать. Может быть. Дальше. Татьяна Беленко. Вопрос в эфир. Обычно считается, что холодные руки и ноги — это следствие нарушения кровообращения. А как нарушение в работе почек связано с этим? Ну, да. Тут, с одной стороны, Татьяна Беленко права о том, что там холод в руках, холод в ногах, связан с нарушением там притока артериальной крови, тока там в венозной крови. Но почки управляют процессом, почки управляют давлением организма, почки управляют работой сердечно-сосудистой системы. Когда почки малоактивные, скажем так, вялые, то и давление у человека пониженное, он находится в таком гипотонусе, и, соответственно, кровь по организму бежит так, общий объем циркулирующей крови небольшой, и давление небольшое, вяло оно движется, и особо так человека не обогревает. И другая противоположность, когда почки находятся в гипертонусе, усиленно работают, вследствие большого количества нагрузки на них, у человека давление повышается. Поэтому имейте в виду, что почки оказывают влияние на сердечно-сосудистую деятельность, и опосредованно на состояние рук. Потому что почему я здесь об этом сказал? Потому что это было важно для внешней диагностики. То есть если вы смотрите, что у вас, допустим, руки-ноги холодные, значит, это в конечном итоге так или иначе говорит о почечной дисфункции. Вот в каком контексте это говорилось. Хорошо, дальше идём. Оксана Брейнер, реплика из Ютуба. К выделительной системе человека относятся не только почки, но и лёгкие, и кожа, и прочее. Ну, благодарю за вопрос, Оксана. В самом начале эфира мы об этом говорили. Возможно, просто вы этого не услышали. Я пояснял о том, что в данной передаче мы будем говорить в основном о почках. Я сказал о том, что это и кожа, и кишечник относится к выделительной системе, и через лёгкие мы можем выделять, и через нос, и через желудок в том числе мы можем выделять, потому что там открытые лимфатические каналы, лимфа туда сбрасывает, можем работу вызывать. И будем выделять таким образом. Но о сегодня мы говорим именно о почках. Потому что почки... Да. Что ты хотел сказать, Алексей? И даже через ухи можно выделять. Да, и даже через ухи можно серую выделять. И через глаза, через слезоточивую жидкость можно выделять. Да можно и через волосы можно выделять. Волосы, когда выпадают, они уносятся в часть токсинов. Но сегодня мы говорим о выделительном процессе через почки. Потому что, как бы там ни было, но почки — это основной, скажем так, игрок этой команды выделительной системы. И поэтому в большей степени будем говорить о нём. Почему? Потому что как только этот основной игрок выделительной системы начинает страдать, начинает хромать, вся остальная команда уже не команда, по сути говоря. Да. Вся остальная выделительная команда перестаёт быть командой, и каждый пытается выделить сам. Да. Через свой чёрный ход, между прочим. Несуны такие, производственные, да. И не всегда выносят то, что нужно. Идём дальше. Ну и потом, вот даже можно чуть-чуть остановиться по этому поводу. Ведь какие-то даже нарушения кожных покровов, я имею в виду, воспаление или какие-то акне, плечи, они появляются только после того, когда уже лимфатическая система загружена, и почки не справляются, печень не справляется, и только после этого кожа начинает как-то активно выделять. Безусловно, что через кожу выделяется порядка 180 видов уникальных токсинов, которые выделяются только через кожу. Но это в случае, если организм работает в штатном режиме, и человек не подвергается специально воздействию вот этих вот редких токсинов, которые выделяются только через кожу, а человек в штатном режиме живёт, у него нормальные почки, позже у человека у этого будет чисто и светло. Если же почки уже начинают плохо работать, становятся ослабленными, только тогда начинаются проблемы позже. Только тогда могут начаться какие-то у нас уже бронхолёгочные ситуации. Хотя бронхолёгочные ситуации в большей степени связаны именно с тонким кишечником, то есть когда начинается интоксикация тонкого кишечника ввиду там различных ситуаций, проблем. То уже только после этого возникает проблема по дыхательной системе. Но почки прежде всего, и на них основное внимание. Алексей, прошу прости за такую реплику. Хорошо. Роман, вопрос в эфир. Влияет ли аппликатор Кузнецова на работу почек? Если да, то как наиболее эффективно его применять? Благодарю за вопрос. Я не самый большой на свете специалист по аппликаторам Кузнецова, но в своей домашней практике, на домашней практике я его использую. У нас есть такой аппликатор, и я его прикладываю на то место, которое именно хочу простимулировать, или на то место, которое является болезнью. Соответственно, если применительно к почкам говорить, то логично его применить на область поясницы, в область перво-второго поясничного позвонков. Ну или там, где чувствуете болевые ощущения. Амит Весбок из Ютуба. Вопрос в эфир. Лучше бежать в туалет при первых позывах или лучше перетерпевать? Что полезнее? Ну, тут важно понимать, полезнее для чего. Если полезнее для, допустим, фармакологической индустрии, то полезнее потерпеть, конечно. Вы потерпите, и тогда приобретете какую-нибудь болячку, и фарминдустрия на вас будет больше наживаться. Если говорить о пользе для человека, то здесь, конечно, при первых же позывах в туалет желательно освободить ночевой пузырь, потому что если вы будете долго терпеть, может возникнуть расширение области лоханки, почки, и ничего хорошего из-за этого не произойдёт, может даже произойти деформация почки. Поэтому как только вы захотели в туалет, желательно сразу же приступить уже к мочеиспусканию. Дальше вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Рерат. Как влияет на почки употребление воды из другого региона, которая отличается по структуре и химическому составу, например, при смене места жительства или при путешествии? Благодарю. Благодарю, Олег. Вопрос. Организм в этих случаях в любом случае адаптируется, и следует употреблять ту воду, что употребляет местное население туда, куда вы приехали. Где-то в течение двух недель ваш организм подстроится. Наш организм обладает очень большими ресурсами адаптации. Он подстроится, он немножко изменит работу почек, он изменит работу других органов. Вы будете существовать в этом регионе вполне комфортно и нормально. Наш организм устроен так, что если он здоров, он адаптируется, подстраивается, в принципе, под любые условия существования, и при этом способен запускать механизмы самоочищения. Механизмы искусственного очищения организма, о которых мы рассказываем здесь, то, что значит искусственные, те, которые мы проводим дополнительно, самостоятельно, они целесообразны и их применяют только тогда, когда организм уже не может очищаться самостоятельно, то есть в любом случае при наступлении состояния хвори. Когда человек живет здоров, он обычно ничем не очищается, не проводит никаких очистительных процедур, но это вовсе не говорит, что его организм не очищается. Он очищается самостоятельно. Когда же уже организм начинает хворать, начинает захлебываться в своих токсинах, то тогда нам необходимо ему помогать. Что касается переезда в другой регион, то необходимо в течение двух недель наблюдать за собой, как там будет. Хотя при современном уровне развития технологий существуют различные фильтры, существуют различные какие-то солевые добавки к этим водным фильтрам. Можно что-то бросать в графин с водой, поэтому, в принципе, находясь где угодно, в любом регионе, можно делать себе воду для питья, такую, как вам будет удобно, такую, к какой вы привыкли. Вот так. Идём дальше. Олег продолжает из Иркутска спрашивать. «При каких особенностях или отклонениях от нормы выделительной системы женщин противопоказано рожать детей?» Благодарю. Ну, тоже вопрос такой противопоказанно рожать детей. Ну, это, мне кажется, всё равно больше вопрос такой морального аспекта. Некоторым женщинам врачи запрещают рожать детей уже после того, как у них, допустим, слабые сосуды глазного дна или ещё что-то, говорят, вот сейчас рожать начнёте, у вас там сосуды глазу лопнут, и вы на один вас можете ослепить. И запрещают им рожать. Другим запрещают рожать из-за того, что у них там узкий таз, вот, и из-за узкого таза вы там родить не сможете. Другим говорят, что у вас слишком малый вес, вы не сможете выносить нормального ребёнка. Третьему говорят, у вас там инфекционное отягощение, там какое-то вещь. Вот, но я от себя бы хотел сказать, что в строгости сказать, что так вот при такой состоянии почек рожать детей нельзя. Ну, в моём понимании такого нет. При вынашивании могут возникнуть проблемы, но опять же, здесь почки можно стимулировать. Правка живота, она решает практически любые вопросы, связанные с дисфункциональным почечным состоянием. Очистительные процедуры позволяют очищать организм от множества различных там токсинов и загрязнений всех систем. Поэтому, если ничего не делать и просто смотреть на женщину и думать, можно ли ей рожать или нет, то, наверное, всё равно можно. Но, конечно, ей это обойдётся тяжко. А если же при этом ещё иметь здравомыслие, то можно ей активно помогать. И в этом случае беременности роды пройдут мягче и мягче. Но, что касается меня, опять же, возвращаясь, то я бы всё-таки не рекомендовал думать о заведении детей тем женщинам, у которых есть большое количество инфекций в организме. Потому что физическое тело вашего ребёнка в этом случае может очень пострадать от этой инфекции. И может так сложиться, что в период перинатального развития плода появятся отклонения. И рождённый ребёнок будет не совсем адаптирован к дальнейшей жизни ввиду каких-то умственных или физических отклонений. Поэтому, прежде чем рожать, всё-таки обратите внимание на количество инфекций в организме. Что касается применительных вопросов, то здесь можно запараллелить с инфекцией мочеполовой системы. То есть если есть инфекция мочеполовой системы, то если она находится там в большом количестве, прежде всего, допустим, это такие вещи, как хламидия, это такие вещи, как в виде герпесной инфекции, в виде герпеса 4-5 типа, как циталминолога вируса и пштейнобара, от этого желательно избавиться. Хотя то, что я сейчас сказал, избавиться от вируса герпесной группы, если нас слушают врачи, они скажут, что это невозможно, он там какую-то ерунду говорит. На самом деле, в принципе, возможно. И практика народной медицины показывает, что существуют методы избавления от таких мочеполовых инфекций, зачастую в полном объеме. Но здесь можно либо пчел ставить в большом количестве, то есть там 50-60, но не сразу, постепенно подбираться по уму, все делать нужно. Либо использовать какие-то народные противовирусные средства, будь это травки, такие достаточно активные, либо это, допустим, перекись водорода внутривенно, ну и тому подобное. То есть избавиться от мочеполовой системы возможно. Главное, делать все правильно, по уму и по здравомыслию, скажем так. Александр Зачияр в эфире из Ютуба написал следующее. Полезное молоко с прополисом при кашле. Ну, наверное, да. Наверное, да. Я почему говорю «наверное»? Я в своей практике вообще не применяю молоко, и для лечения в том числе. Я говорил о том, что его можно так применять, но сам как-то я не применяю. Я использую другие средства, потому что по иму молока еще много чего есть. У нас, наша природа богата травмами, которые помогают нам, в принципе, восстановить любое состояние организма. У нас есть руки, которые мы можем приложить правильно к телу другого человека и тем самым помочь ему. Молоко как-то я не использую. Я не люблю его, не применяю. Ты противник коровок, я тебя понял. Нет, коровок я не противник. Я считаю, что коровка должна кормить теленка, а не человека. Хорошо. Виталий Микеров, вопрос в эфир написал так. «А простокваша, молоко в кислом виде, хорошо влияет на пищеварение?» Точка. Хорошо влияет на пищеварение, да. Хорошо действительно влияет на пищеварение. Сергей Агарков из Ютуба, вопрос в эфир. «Удалили опухоль на почке, теперь опухоль появилась на почечнике». Предложили врачи пить гормоны. «Есть ли альтернатива?» Не хотелось бы садиться на гормоны. «Есть ли альтернатива?» Ну, наверное, есть. У нас с Алексеем есть целых две передачи, два эфира, которые мы рассказывали по поводу ситуации с онкозаболеванием. Отвечая как можно более конкретно на ваш вопрос, могу сказать, что если вы спрашиваете, есть ли альтернатива гормонам, то для меня вопрос на самом деле не совсем понятен, потому что в вашем контексте я бы поставил вопрос так, есть ли альтернатива официально вот этому лечению в онкоклиниках. Вот так. То есть я не сторонник того, чтобы лечиться официально, я не сторонник того, чтобы применять химиотерапию, я не сторонник того, чтобы применять гормоны в принципе. И поэтому это моё субъективное мнение, принимайте вы его, не принимайте дело ваше. Но сам вопрос звучит достаточно так, скажем так, метафорично для меня. Ну, наверное, здесь не то, что человек спрашивает, как ты к этому относишься, а он, наверное, хочет более конкретно услышать, а как же быть? Ну вот уже была опухоль на почке, теперь на надпочечнике появляется. И что же делать? Ты просто рекомендуешь послушать наши передачи предыдущие. Ну, безусловно, да. Потому что это такой глобальный вопрос, что делать, как у Чернышевского в его книге, что делать. Так и здесь. У нас есть целых два эфира, где мы, в принципе, с тобой достаточно подробно расписываем, что делать. Ну, что делать? Это, во-первых, менять систему питания раз, менять образ жизни два, менять мышление, менять восприятие окружающего мира, отношение к себе и ко всем остальным. Прекратить употреблять мясо, молоко, там прочие животные, белки. Следить за тем, чтобы пища была как можно более щелочной структуры. Проводить регулярно очистительные процедуры и уничтожать вот эту вот грибницу и вирусную составляющую в своём организме. Вот это альтернатива. И превращать свой организм в нормальный человеческий организм, а не в запах. Ну да, да, превращать. Ну и потом, опять же, давать советов, не зная полной ситуации. Может быть, у вас такая ситуация, что либо вы будете пить гормоны, либо вы погибнете. Я же не знаю ситуации. Я сейчас скажу, гормоны не пейте. А вдруг у вас состояние такое, что вас врачи уже своими методами лечения довели так, что поставили вас в крайнее положение, что либо вы пьёте гормоны, либо умираете. Поэтому я тут вам в советах каких-то прямых дать не могу. Я могу выразить свою точку зрения, а там дальше вы уже, если, к примеру, напишите на Народный славянский радиус подробное описание вашей ситуации, мне переправят это письмо, я вам отвечу более конкретно. А сейчас, потому что у каждого свой рак, у каждого своё заболевание. И что-то конкретно говорить в таких серьёзных случаях, когда на карту постановленную карту вообще, скажем так, на кону стоит жизнь человека, будет он жить или умрёт, и давать ему какие-то советы, исходя из одного сказанного им предложения, я считаю, что это неправильно и неразумно. В общем-то, всё довольно-таки индивидуально, поэтому давать какие-то точные рекомендации, тем более в передаче общего плана, я бы тоже остерёгся. Поэтому лучше правильно написать и уже вместе с Захаром разобраться, что же там происходит, посмотреть какие-то, может быть, заключения и найти способ уже индивидуальный для того, чтобы убрать эту проблему раз и навсегда. Тимофей, вопрос в эфир. Здравия, Рерат. Многие в нашей стране работают вахтовым методом. Зачастую это частая смена места жительства, акклиматизация. Есть ли какие-нибудь советы при работе вахтовым методом? Травяные чаи, например, мёд, варенье. Что лучше брать в дорогу? Благодарю за вопрос, Тимофей. Я думаю, что в дорогу лучше брать действительно травки, для того, чтобы употреблять травяные чаи, хотя бы из-за того, что трава богата микроэлементами, различными полезными для нашего организма. Мёд полезно будет брать. Ну, варенье, если на меду, тогда полезно. Потребление сахара я не приветствую. Ну, а так, единственное, что когда вы переезжаете на другое место, всё равно нужно понимать, что где-то в течение двух недель будет идти акклиматизация. При этом, если у вас при акклиматизации будет недосып, конечно, вашим организмом будет сложнее. Потихонечку нужно переориентироваться на местный график, потихонечку входить в этот график. Если вы будете продолжать держать при вахтовом методе свой прежний график, не знаю, от интенсивности вашего труда, насколько вы интенсивно трудитесь, как просыпаетесь, но чем быстрее вы войдёте в местные ритмы жизни, там это подъём, отход ко сну, употребление местной пищи, то есть чем быстрее вы перейдёте на местную пищу, чем быстрее вы перейдёте на местное время, на употребление местной воды и продуктов, тем быстрее у вас будет происходить акклиматизация. Но всё равно примерно в течение двух недель это может потребоваться. Из того, что вы сказали, да, действительно, мёд брать полезно, травки брать полезно. Вот, ну, что ещё всё? Светлую голову ещё с собой взять и вообще будет хорошо. Хорошо. Алекс, один вопрос эфир. Как на работу почек влияют нитраты? Как выводятся нитраты из организма и как избежать их переизбытка? Слышал о связи зубов и почек. То есть, если больные зубы, то болеют и почки, и наоборот. Благодарю, Олег, за вопрос. Ну, повышенное употребление нитратов пагубно сказывается на работе почек. И вводить нитраты из организма, точно так же, как и очищать, собственно говоря, организм, это употребление большего количества жидкости, это употребление каких-то травок, которые стимулируют почечную деятельность. В частности, это может быть петрушка, это могут быть травы для удаления каких-то солей из почек. В основном это побольше употреблять жидкости. Чем больше мы жидкости будем употреблять, тем больше мы будем помогать нашим почкам вводить все вредное из нашего организма. Можно пить травы, которые стимулируют работу почек, так называемые почечные сборы. Там, собственно говоря, что вам ближе. Вот в данный период летний хорошо употреблять арбузы, дыни. Напомню, что пик активности почек – это с 3 до 5 часов дня. Вот если в этот период употреблять арбузы, дыни, то мы будем дополнительно помогать почкам очищаться. А что касается зубов, то, конечно, зубы имеют отношение к почкам. Но зубы – показатель вообще состояния здоровья всего организма, не только почек. Поэтому целесообразно, конечно, следить за состоянием зубов, отслеживать, мониторить. Есть специальная карта по зубам, то есть какие зубы за что отвечают, при каких дисфункциях возникают проблемы с теми или иными зубами. Эту карту можно найти в интернете, спокойно посмотреть ее и обращать на это внимание. Но также следует понимать, что состояние зубов еще зависит от pH-фактора слюны, то есть фактически от состояния слюных желез. А pH-фактор слюны, в свою очередь, коррелируется с состоянием крови. Поэтому чем более здоровая профила, тем более здоровые зубы. Напрямую связывать почки с зубами можно, конечно, но только в той степени, что почки оказывают рефлекторное воздействие на мышцы шеи. А мышцы шеи уже могут, конечно, рефлекторно сказываться и на кровоснабжении этих слюных желез, и на кровоснабжении, допустим, ротовой полости и всего остального. Поэтому вот таким вот образом посредо. Почки вообще – это один из основных показателей здоровья нашего организма. Как говорят в некоторых эзотерических традициях, почки отвечают за энергию человека, за его энергетику. Чем больше энергетика, вернее, чем лучше работают почки, тем, скажем так, лучше энергообмен в человеческом теле. Наверное, так. Хорошо. Амит Безбок. Вопрос эфир из Ютуба. Насколько вредна вода из-под крана для обсуждаемого органа? Благодарю. Ну, вода из-под крана вредна ровно настолько, насколько много содержится в ней вредных примесей. То есть это зависит от состояния труба, состояния какой-то очистительной системы. Есть сейчас такие специальные приборчики, которые могут показать вам, насколько там грязная вода, насколько она чистая. Можно их использовать. А так можно полагаться на собственные вкусовые ощущения. Вообще-то в последнее время, последние десятилетия, допустим, говоря о своем примере, я воду из-под крана совсем не пью. То есть в основном она проходит через какой-то фильтр, потом какую-то доработку посредством минералов и только после того потребляется в питье. Вот так. По поводу, что если мы заговорились про чищение воды, вот недавно мне пришлось испытать два фильтра, такие серьезные, дорогостоящие. Один Титанов, другой Артезиана. И, в общем-то, я подготовил целые фильмы по этим испытаниям. Там честно все будет рассказано, какой из этих фильтров работает, какой не работает вообще. Ну, в данном случае, что там получается и так далее. Так что надеюсь, что скоро выйдет этот обзор. И честно, без каких-то там дополнений с моей стороны, нравится, не нравится, вы сможете понять, а что для вашего случая подходит, не подходит. Вот это не какие-то там рекламные акции, нет. Это просто так приехал ко мне знакомый, попил воду, говорит, слушай, ну вот давай-ка на эти деньги купи, попробуй. Вот выделил деньги на покупку фильтра, один фильтр не подошел, он там через неделю перестал работать. Ну, фильтр, скажем так, за 20 тысяч рублей, да? Неплохенько так. Вот, второй фильтр установлен был, тоже такой же примерно по цене была выделена сумма. Так что есть подробнейшие испытания за съемки, по тому, как они работали, как они устанавливались, из чего они состоят, какие там на выходе, что мы получаем. Следите, я думаю, что скоро появятся отчеты. А вот, кстати, еще хотел продолжать тему вот этих фильтров на воду. Есть еще такая штука, она, аппарат такой, который начинает сразу выдавать из водопроводной воды живую или мертвую воду. Тоже фильтр, аппарат, он ставится на магистральный водопровод, вода проходит через него, там через систему фильтрации проходит, потом проходит через такую систему обработки, и из крана у тебя уже течет прям живая или мертвая вода. Там на нем есть режимы, которые можно задавать, какую воду ты хочешь. И вот, представляешь, прям кран открыл, у тебя оттуда течет живая вода, ты не пьешь. Да, это устройство достаточно интересно. Я его испытывал, когда мне было 12 лет, я помню, в технике молодежи, что ли, или науке жизни, не помню, там прочитал эту статью, сделал из двух ложек, что ли, да, из двух ложек сделал, и диода это устройство, и испытывал, вот тогда еще пробовал заживлять различные раны. Ну, тогда это было все, проводки наружу, то, что называется, пару раз у меня замыкало, пришлось ходить на лестничную клетку, тогда еще в городе жили, и включать рубильники эти, автоматы. Вот, так что все интересно было. А сейчас все на месте не стоит, и вот появляются такие устройства. Кстати, хочу обратить внимание, что если у вас есть какое-либо изобретение свое, и вы хотите его испытать честно, чтобы это не было просто рекламы какой-то, ни за деньги там, ни за что-то еще, я готов, учитывая то, что я живу на земле, какие-то изобретения проверять, испытывать, и честно давать обзоры, насколько это работает, не работает. Идем дальше. Михаил Рират, очень интересно узнать у тебя рецепт варенья на меде. Благодарю. А рецепт совсем простой, благодарю за вопрос, Рират, берете поровну меда и фруктов, перетираете, и вот вам получается варенье. Можно, ну это индивидуально, в зависимости от консистенции фруктов. Некоторые фрукты достаточно такие массивные, из них много получается, а ягоды бывают, как-то перетер, и от них там особо ничего не получилось. Там меда берете гораздо меньше, чем самих ягод. Поэтому смотрите, так подбирайте количество меда под определенный фрукт в такой пропорции, чтобы консистенция вас удовлетворяла. Но обычно варенье должно быть достаточно вязким, таким густым. И вот подбирайте то количество меда, которое позволит вам получить такую вязкую консистенцию. Так, дальше. Тут еще какие-то вопросы есть. Наших помощников прошу сбросить их к нам сюда в чат, иначе будем заканчивать. И от себя тоже добавлю. Ну, во-первых, вареньем это не назовешь, потому что там ничего не варится, это просто перетертые ягоды или фрукты. Вот недавно тоже так делал. Взяли меда, только не китайского. Ради бога, не китайский мед. Берите у пасечников, которые не бодяжат, а честно занимаются производством меда. В которых вы уверены. Не просто сказали, что мы там крутые пасечники. Нет, в которых вы уверены, что мед на настоящий, не разогретый, перегретый, потому что закристаллизованный многие не любят, без добавления сахара. Ну вот. Некоторые делают так, просто его чуть ли не вскипятят, он становится, там кристаллы расходятся, опять такой прозрачный. Говорят, вот свеженький мед. На самом деле там уже ничего такого нет. Так вот, это не варенье, это просто добавление меда в растертые ягоды. У нас в этом году получился достаточно хороший урожай, несмотря на дожди и холод. Жимолости, шесть сортов жимолости растет, и набрали достаточно большое количество этой жимолости. Вот. И решили также сделать без сахара в меде. Меда взяли чуть меньше, чем один к одному. натёрли несколько банок, поставили и угощали все в восторге, потому что, ну, всё натуральное. Вообще никаких добавок химических нет, никаких консервантов, и что-то там ещё. Всё натуральное, вот именно так, как должно быть. И когда даёшь пробовать, и говорят, ух ты, это, наверное, там какая-то черника или голубика. Нет, это жимолость. Ещё вопрос поступил, Людмила Мар из Ютуба. Можно ли пить воду после озонирования? И он не изонировать воздух в доме полезно или нет? И озонировать воздух полезно в доме или нет? Спасибо. Ну, полезно ли пить воду после озонирования? Честно говоря, никогда не сталкивался с таким. Можно над этим подумать. Никогда воду не изонировал. Если исходя из смысла процесса, то озон — это более активный кислород. То есть, говоря, после грозы у нас везде вот пахнет таким озоном, наверное, всё-таки полезно. А что касается ионизировать воздух в доме полезно или нет, то здесь однозначно полезно, потому что существуют даже отдельные приборы, ионизаторы воды. То есть не воды, а воздуха. Так что по поводу первого случая, я думаю, что полезно, но и по поводу второго случая тоже полезно. Да, ионизаторы воздуха давно применяются и люстры Чижевского и различные разновидности, уже под другими названиями это известно, и работает всё хорошо. Главное, чтобы не перестараться, и мощность была именно такая бытовая, очень небольшая для того, чтобы слишком много озона не было. Хотя озона долго не существует, самостоятельно он превращается в кислород, но всё же, всё же поосторожней. Не ведитесь на такие, иногда там разработчики, очень мощные ионизаторы пытаются продать. И когда вы говорите, ну мне там для квартирки небольшое, вам представляют как для зала, ну тут вот уже постерегитесь. Но и в то же время слишком слабенький брать нет смысла, потому что он просто не даст того эффекта. А по поводу озонирования воды, здесь вопрос более тонкий, надо разбираться с какой у вас расход, то есть что там за озонатор, какой производитель, каким образом озонируется. Потому что есть разные озонаторы, есть те, которые при помощи электролиза изонируют, есть те, которые добывают, примешивают воду, кислород из воздуха. Поэтому что именно здесь имеется в виду и какой мощности надо смотреть, и с какими целями. Что там у вас, двувалентное железо, например, присутствует, его надо доокислять или что-то ещё. Надо разбираться. И просто так я вот боюсь вам что-то порекомендовать, так же вот как и до этого Арират, постерёгся давать какие-то точные рекомендации. Надо разбирать более точно всё. Так вот, Дмитрий Стрелков, реплика в эфир. Спасибо сказителю, изобретателю. Берегите Алексея. Это меня, что ли? Да нет, присылайте. Мне иногда присылают вещи какие-то. Вот посмотри, как оно работает. Ну, честно говорю, да, работает или нет, в данном случае не помогает. Ну, а что, если плохого? Ничего нет, хорошего. Если это реально работает, ну, человек, например, создал какую-нибудь там супер-теплицу, которая зимой может стоять и обогрева там не требует, или минимальный обогрев. Ну, давайте поставим, проверим. Зима тут скоро, холодное время. Я вегетарию какую-нибудь там соберём. Я не знаю, электричество из воздуха получить, или там водородное топливо, чтобы получать с малыми затратами. Ну, так давайте сделаем. Какие проблемы-то? Честно всё расскажу, опишу. Алексей, а вот я вот тут наметил выпуск новых лекарств, новым способом. Вот испытаешь на себе? Я тебе пришлю флакончик. Только внутривенно надо. Да я уж себе столько внутривенно всё понатыкал. Вот если бы ты ко мне приехал на недельку, и мы с тобой там меня этими клизмами затыкали бы, тогда бы ещё по твоим присмотрам засняли вы себе мои там закатывающиеся глаза в меня в конвульсиях, как ёжика в анекдоте. Ну, тогда, может быть, да. А так самому... Добро тогда. Добро, конечно. Так что приезжай, и будешь меня тыкать пчёлами, пиявками и прочими средствами. А я... И будешь посмеиваться над тем, как я дёргаюсь. Договорились. И заснимешь на камеру, чтобы все потом смотрели. Ага, вот он как мучается, гад. Так ему не надо ничего шутить. Это идея, да. Так, дальше. Я Гриша. Всем, кто болен, здравия. Всем, кто здоров, будьте здрави. У меня ничего не болит. Счастливый человек. Чувствую себя хорошо, но ступни ног перед сном, особенно если прохладно, то действительно надо мёрзнуть. Приходится их тщательно тереть об ковёр или растирать руками, хотя это плохо помогает. Рост у меня, тут написано, метр восемьдесят четыре. Возможно, сердце не справляется с циркуляцией. Так врач говорил. Но здоровье у меня, конечно, далеко не идеальное. У меня в связи с падением с плеча тёти пережаты области у гипофиза. Понимаю карте в 10 МКГ и… А, принимаю карте в 10 МКГ и ильтуроктин. Я таких даже слов не знаю. 75 МКГ и так далее. Что посоветуете? Гриша, благодарю за вопрос. Я посоветую, прежде всего, обратить внимание на нижние отделы кишечника, потому что такое подмерзание ног может быть связано именно с тем, что нижние отделы кишечника поддавливают сосуды, которые проходят в области таза, и кровооснабжение затрудняется в какой-то степени, и из-за этого ноги мёрзнут. Я рекомендовал бы, прежде всего, там обратить внимание. Потом, конечно, обратить внимание на общий объём циркулирующей крови, то есть нет ли у тебя каких-то анимичных моментов. То есть может быть какие-то кровотворящие вещи, если бы он покушать, там гречку побольше, там, не знаю, вишни, там чего-то ещё. Потом простимулировать печень, простимулировать селезёнку, обратить внимание на позвоночник, вот на эти вещи. Потому что, может быть, где-то есть ущемление в области крестцового сочленения, там где-то может быть нерв пережат, из-за этого, может быть, к вечеру у тебя что-то происходит вот там с сосудами. Ну, так однозначно не скажешь. Нужно посмотреть. Ну, прежде всего, обратить внимание на состояние нижних отделов кишечника, как там, нет ли там болезненности. То есть обратить внимание, это, я говорю, что слегка так обдавить, понажимай себе, посмотри, нет ли там болезненности, нет ли там каких-то вздутий, вот, ещё чего-то. Если есть, то вот посмотри в интернете ролики по своему массажу живота, а можно у меня на канале. И поделай себе сам массаж. Должно стать легче, лучше. Ну, давай ещё вопрос рассмотрим, вот такой. И, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Рерат. Добра и здравия тебе. У моей мамы, если она смотрит на дальние расстояния, например, уличное освещение, всё расплывается на кучу объектов. По симптомам похоже астигматизм глаз. Как вернуть глаза нормальное зрение? Связано ли здоровье глаз со здоровьем почек? Благодарю. Благодарю за вопрос. Вопрос хороший. Состояние глаз и состояние зрения, это, прежде всего, барометра состояния всего организма, показатель. Если зрение резко ухудшилось, то, значит, какой-то фактор здоровья резко пошёл вниз. Прежде всего, острота зрения связана с состоянием печени. Почки влияют на зрение опосредованно. Также состояние тройничного нерва. Возможно, какая-то есть герпесная инфекция в области тройничного нерва. Там можно посмотреть. Можно чего применить. Можно там массаж шеи применить. Также размять эти мышцы шеи, которые могут быть спазмированы, напряжены из-за напряжённого состояния почек. Как вернуть глазам нормальное зрение? Обратите внимание на наличие или недостаток селена в организме. Как его определить? Хватает селена или нет? Потому что селена большое значение для зрения имеет. Полить пальцы перекиси водорода. Если пальцы побелели, значит, в организме не хватает селена. Если не побелели, значит, селена в достатке. Так вот, может быть, добавить в рацион продукты, богатые селеном. Обратите внимание на ПАЖ с изоточивой жидкостью. Если получится каким-то образом слюну протестировать на тестовой ПАЖ полоски, посмотреть, если ПАЖ кислотный, значит, есть непорядок с изоточивой жидкостью. Опять же, нужно обращать внимание из-за следствия этого на почки. В любом случае, оздоравливать нужно печень, оздоравливать почки. Смотреть, нет ли там инфекции в области головы, ограниченном нерве, где-то еще. Смотреть на тонус мышц шеи. Тут какая-то претензия, что МКГ – это микрограмм, л-тероксина. Почему так плохо читаете? Извините, что придираюсь. Не надо извиняться, все правильно, что придираетесь. Но дело в том, что я все-таки не фармацевт, и я многих слов не знаю. Я с медициной в фармацевтическом варианте не связан вообще никак. Я по народным каким-то средствам еще что-то понимаю. По физиологии, если там что-то прижать, отжать и куда-то еще, тоже как-то так понимаю. А вот с точки зрения иностранных вот этих вот названий, для меня иностранное вообще все не воспринимается. Я русский человек. И если бы мне сказали какое-то название по-русски, я бы его прочитал нормально. Илтероксин или МКГ, что там под МКГ пишет, что там имеется в виду микрограммы или микрокилограммы или что-то еще. Может, там какая-то МКС туда вплетется. Я не знаю. Поэтому уж извините, не стреляйте в пианист, он играет, как умеет. Так, ну что, вопросы мы все с тобой озвучили, реплики прочли. Давай уже будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Давай. Итак, оздоровление выделительной системы человека. Так назывался наш сегодняшний эфир. Что в заключении можно сказать с учетом того, что жаркая пора еще в разгаре, многие едут отдыхать на юга. Вот, наверное, как-то надо подвести итог. Еще у нас целый месяц, ну не у нас, а у тех, кто отдыхает, целый месяц развлечений. И как себя потом приводить в норму? Вот ты можешь прям жирную черту такую подвести. Так вот надо сделать вот это, вот это, чтобы потом к осени чувствовать себя вполне здоровым человеком. Но надо соблюдать умеренность в пище, надо соблюдать умеренность в образе жизни, в графиках режимов сна, питания. Потому что не только то, что мы едим, но и когда мы едим, как мы едим, тоже оказывает большое значение. Необходимо пить достаточно большое количество жидкости, для того, чтобы потом осенью продолжить нормально, без каких-либо приобретенных летом проблем с организмом. Ну и, я думаю, все-таки, пока есть возможность, нужно получить побольше дозы радости, побольше дозы каких-то интересных, позитивных впечатлений, куда-либо съездить, что-либо посетить. Потому что, собственно говоря, счастье нашей жизни складывается из каких-то впечатлений, из пережитых позитивных опытов о том, что будет потом осенью вспомнить хорошего. И все это, конечно же, отразится на состоянии нашего здоровья, на состоянии нашего организма. В общем, мой основной такой совет в завершении передачи будет всем радоваться, всем получать как можно больше позитивных впечатлений, использовать лето на всю катушку, насколько это возможно, отдыхать, получать позитивные впечатления, купаться в водоемах, в море, не знаю, ходить в горы, в лес, проводить как можно больше времени на природе, потому что лето — наиболее благоприятное время года для этого, заряжаться от природы хорошей энергией, позитивными какими-то настроениями, эмоциями, и слушать наше народное славянское радио. Когда ты сказал «на полную катушку», я думаю, что надо уточнить, что полная катушка — это не самоубийство, это когда вы берёте от жизни самое лучшее, что есть, возвращаете в этот мир самое лучшее, что есть у вас, и вот таким образом улучшаете этот мир, улучшаете себя, своё окружение, общайтесь с теми людьми, которые вам близки и дороги, общайтесь на природе, старайтесь общаться на природе, употребляйте то, что вам на здоровье идёт, и не употребляйте то, что вас разрушает. Вот, наверное, я присоединяюсь к твоим репликам, пожеланиям, своими репликами, пожеланиями, и мне остаётся только вам напомнить следующее, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 августа 2017 года, вторник, по одному из старинных, 31 день месяца получения даров природы, 7525 лет, тоже вторник, оздоровление выделительной системы человека, такова у нас была сегодняшняя тема эфира, автор-сказитель Захар Белинский, Ария Рад, написал Виталий, что поставьте-ка в конце Андрея и Татьяну Шадрова «Сила в людях», будет она звучать после заключения, завершения нашей программы, обязательно поставлю. Я с вами прощаюсь. Народное славянское радио, Алексей Орлов, Захар Белинский. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова